друзья с вами владимир шемер как вы знаете я сейчас нахожусь в отеле albatros aqua blue 4 звезды в шарм-эль-шейхе вместе со своей семьей и в этом видео друзья покажу вам обзор обеда в этом отеле в одном из ресторанов который называется mediterran который совмещен со вторым рестораном азиатской кухни на самом деле условно говоря это один ресторан но почему-то разделен каким-то образом названиями на два ресторана я так понимаю это связано с грилем который относится именно к ресторану азиатской кухни вот сейчас все вам покажу мы уже обедали один раз в этом ресторане за все четыре или пять дней которые мы здесь находимся мы обедали в ресторане один раз все остальное питание мы именно в обед имели на пляже отеля потому что ну как-то не очень хотелось возвращаться в отель для того чтобы пообедать но сегодня решили вернуться сходить покататься на горках и заодно показать вам обзор питания так что подписывайтесь на канал и погнали и так друзья вот он вход в ресторан принципе можно зайти с этого входа можно зайти с центральной улицы которая идет через весь отель и смотрите пока я вам показываю блюда которые есть на обед в данном ресторане расскажу вам немножко за суть этого ресторана значит время обеда в данном отеле начинается в 1230 и заканчивается в 1430 то есть целых два часа для того чтобы пообедать это нормальная продолжительность поэтому собственно говоря как бы это все что касается времени обеда дальше смотрите вот у нас говядина на гриле идем дальше кстати сейчас на часах 14 часов 6 минут поэтому людей уже гораздо меньше потому что как правило на открытие самое большое количество людей которые идет на обед тут у нас устричный соус из говядины я в шоке что это такое даже не представляю друзья паста и блюдо из тыквы тут у нас напитки водичка в кулере и юпи тут у нас газированные напитки смотрите автомат я не знаю почему то не работает поэтому нужно самому наливать вот из бутылок пепти сэванап и миранда аналог фанты тут у нас напитки кофе смотрите значит вот сами берете насыпаете себе чашку кофе наливаете кипяточек там сахар и вот молочко если вы хотите кофе с молоком следующий стол это хлебный это булочки различного рода и хлеб и египетские лепешечки дальше вот еще один стол тут у нас макароны вот они макароны какими-то овощами возможно каким-то мяском но вижу только овощи и карри из овощей вот так оно выглядит следующий стол друзьям белый рис в чистом виде тушеная говядина тут у нас какая-то запеканка из кабачков и вон последнее блюдо это рыбное филе тут у нас готовят я так понимаю макароны с мяском дальше картошечка при а тут друзья у нас поджариваются куриные кубики не знаю почему так называются кубики ну возможно просто мясо порезано такими вот кубиками потому и название этого блюда куриные кубики в общем курочка тут жарится следующий стол друзьям у нас салатами значит есть какие-то салаты комментировать что за состав салата не буду надеюсь вам все это видно и все понятно и вот у нас слева стол с овощами помидоры огурцы морковка капуста и оливки друзья и вот мы подходим финишной прямой значит стол с фруктами красные яблочки целые бананчики апельсинки и и и какой-то пудинг что-то в этом роде и что еще какие-то какое-то пирожное друзья и вот он последний стол с пирожным выбор небольшой в принципе относительно все однообразный имеет вкус но сладости есть поэтому ставим галочку что все с этим окей ну что друзья мы пообедали все я вам показал какие блюда есть в ресторане ну а сейчас расскажем с моей супругой отзыв о обеде который у нас был ну что марин что понравилось что не понравилось суп вкусный с брокколи был суп говяжий не пробовала есть горячим блюдо достаточно гарниры какие угодно мясо говядина курица либо тушеная рыба печеная но достаточно всего есть такой не очень там ну допустим говяжий говядину взяли один кусочек мягенький другой не очень жестковатый а так в принципе все голову с головой ну в целом как насчет обеда скач нормально отличный обед достаточно всего не знаю что вещи добавили ну конечно что смотря зачем сравнивать да для этого уровня отлично все замечательно друзья это был отзыв моей супруги по питании в данном отеле напоминаю это был именно обзор в ресторане меди тиран потому что есть еще ресторан кулина особо там насколько я видел особо нету отличий в обедах но конечно же в другом своем видео я обязательно покажу вам обзор обеда и в ресторане кулина супруга моя сказала мнение о обеде я принципе полностью его поддерживаю и собственно говоря все что она сказала я тоже такого мнения что нормальный обед лучше бывает то бывает но в отелях которых ценник выше хотите обедать лучше нужно платить больше если не хотите платить больше то нужно принимать такой обед в ресторане альбатрос акваблю четыре звезды значит но если вы отдыхаете в отелях ниже уровням то обед конечно же может быть скромнее не может быть обязательно будет скромнее то есть если отель стоит там очень дешево если сравнивать вот четверку примеру альбатрос акваблю 4 звезды мы поехали за тысячу тридцать четыре долларов на семью четыре человека на неделю можно было поехать за 650 долларов в отель 4 звезды друзья и там бы было бы совсем другое питание поэтому стоимость это существенный фактор который определяет качество и уровень не только отеля а и питания и чем дешевле стоимость как правило тем хуже питания поэтому друзья когда вы пытаетесь занизить свою стоимость то есть бюджет на отдых вы должны это понимать платите меньше получаете меньше вот что еще хотел сказать еще очень влияет стоимость вот примеру смотрите как бы ну есть ценовая политика отеля если отель хорошо заполнен он имеет как правило стоимость выше и питание соответственно будет тоже лучше но если отель плохо заполнен он дает там какие-то скидки то есть опускает стоимость и это естественно отобразится на питание так что друзья когда вот примеру стоимость отеля ну вот оптимальная стоимость отеля albatros aqua blue на четырех человек ну среднее нормально это 1200 1300 долларов вот когда на тысячу то это уже может вызывать вопросы мы просто так вот попали мы поймали эту цену очень очень удачно мы поймали вот и отель буквально после нас заполнился на сто процентов и соответственно друзья как бы нам повезло очень сильно повезло вот и по цене нам повезло ну и по питанию нам повезло сервис да он тут вообще упал очень сильно упал потому что не хватает количества персонала из-за этого персонал не справляется там с уборкой в они тупят они что-то там чудят вот то есть но такого плана это чувствуется но я на это закрываю глаза друзья потому что ну за такую цену можно закрыть глаза в данном отеле потому что принципе все остальное все услуги мы получаем полной мере почти я конечно же расскажу и минусы этого отеля но в другом видео друзья на этом все если есть вопросы задавайте их в комментариях под этим видео обязательно буду стараться подсказать вам ответы если вы можете поделиться своим отзывом о питании в данном отеле и об отеле обязательно пишите в комментариях под этим видео ну и не забывайте подписываться на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик Favorite всем за внимание желаю самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока